Когда зацветают ирисы, ивановская художница Наталья Демьяненко знает точно, потому что именно в этот момент старается отложить все дела и взяться за кисть. Ее персональная выставка, которая открылась в Доме национальности 10 марта, так и называется «Когда зацветают ирисы». От этих цветов автор разряжается настроением на весь год. Если ты научишься писать ирисы, ты научишься писать все. Это безумно нежный и отважный одновременно цветок. Это символ королей и самураев. Представляете? И так же легко он погибает и быстро, как восстанавливается новое. Пока он погибает, я обязана его написать. Наталья Демьяненко работает в технике акварели, которую художники называют крайне сложной и капризной. На тюрмортах она уходит от основного канона, в соответствии с которым на картине должны быть изображены и другие предметы, а не только цветы. Ей хочется, чтобы ее работы были музыкальными и даже поэтичными. Это, наверное, самый большой лирик, художественный лирик в городе Иванове. И ее работы очень тонкие, очень внимательные, очень поэтичные. То есть каждое произведение, оно стихотворение, можно сказать. И она отличается тонкими чувствами, и все у нее пронизывает любовь. В экспозиции представлены не только весенние натюрморты, но и жанровые композиции, созданные по мотивам древней славянской мифологии. На них русалки и птица Феникс. А еще Наталья Демьяненко занимается изготовлением авторских кукол. Это ее любимое хобби. Обожаю делать, потому что они очень быстро находят отклик. Они находят своего зрителя быстрее даже, чем акварели. Ну и просто с ними играешь. Пока ее создаешь, ты уже, в общем-то, ты живешь. Посетившие выставку отмечают, что, глядя на работы Натальи Демьяненко, можно ощутить ароматы разнотравия Ивановского края. Настолько реалистичны и выразительны ее картины. И совсем не важно, что на них изображено. Пышная сирень или скромные букеты полевых цветов. Любовь Почерникова, Андрей Семилгов, РТВ Иваново. И действительно заставляет...